Здравствуйте, уважаемые телезрители! Не знаю, как вы, не так давно, проходя по центральному рынку города Оренбурга, я увидела на одном из лотков пакетики с семенами, на которых что-то было написано, но все иероглифами. Я подумала, это Китай, Корея, чем мы сеем? Чем сеют дачники, чем сеют на личных приусадебных участках в районах, и чем сеют вообще акционерные общества, аграрные, агропромышленные предприятия? Какими семенами? Нашими, зарубежными, генномодифицированными или? В настоящее время в Российской Федерации выращивают семена и закупают, и продают, которые, в общем-то, отвечают требованиям ГОСТа, и они должны быть сертифицированы и контролируются соответствующими органами. Поэтому в основном те, которые поступают официально, они все отвечают, и не должны быть генномодифицированы. Что у нас должно быть и чего не должно быть? У нас в настоящее время не должно быть генномодифицированных семян. Их вообще запрещено выращивать и запрещено производить. Но генномодифицированные продукты питания есть. То есть произведенные семян генномодифицированных, они есть. Поэтому те предприятия, которые продают продукты питания, они обязаны указывать, что там есть продукты, произведенные из генномодифицированных семян, плодов или овощей. Но при этом право каждого человека выбирать, какой продукт кушать, какой не кушать. Конечно, самые лучшие продукты, произведенные на местной земле, семена, тем более наших ферм, они самые качественные. Но если поступают и зарубежные семена, вот картофель, допустим, из Голландии поступает, семена некоторых овощей поступают. Вы думаете, в Голландии они чистоту блюдут, они никаких модификаций не производят с этим картофелем, которого жук не ест? Нет, конечно, селекция ведется и ведется на уровне обычной селекции, то есть когда гибриды создаются традиционными методами. А есть, конечно, методы, которые предусматривают привнесение туда генов инородных, то есть это когда модифицируют растения, которые от разных видов, может быть, даже от видов животных каких-то уносят, для того, чтобы жук, в общем-то, не кушал. Но такие растения, они, конечно, имеют, может быть, и повышенный иммунитет, они требуют меньше обработок, то есть тоже есть какой-то плюс. Но не изучен сам вопрос о том, насколько они полезны, потому что есть данные о том, что, допустим, выращивание там сои и кукурузы в Аргентине привело к тому, что внутриутробные очень большие изменения происходят у детей, которые рождаются. Есть поползновение к тому, чтобы разрешить и семена геномодифицированные, правильно? Закон-то написан, и он лежит. Есть лоббисты, которые в доме, они, конечно, продвигают это дело через фирмы зарубежные, которые продают семена. А есть еще такие люди, которые выращивают для себя, и каждый сезон норовят вот что-нибудь эдакое новенькое купить, хорошенькое, вкусненькое. Огурчик, так, чтобы хрустященький был, помидорчики, так, чтобы они были и фиолетовые, и желтенькие, и сиреневые, и в крапинку, и в бабочку, и в цветочек, и в горошек. А торговцы везут, и везут, и везут, и везут. Вот здесь, на этом рынке, кто у нас покупает семена регулярно, расскажите. Мне поступает большое количество звонков по поводу как раз-таки посадочного материала, семян и других культур. Где взять так, чтобы было это качественно, чтобы это было не опасно, и чтобы это было доступно по цене. А вы знаете, что сказать? Вот вы представляете, вот у нас, как раз я хочу сказать о том, что на сегодня у нас дефицит информационного такого материала. И чтобы как-то этот дефицит ликвидировать, ну или каким-то образом уменьшить, сейчас, значит, вы слышали, наверное, все наши уважаемые телезрители о том, что администрация города Оренбурга и, в частности, Евгений Сергеевич Арапов задумался над тем, и проводится работа по созданию дома садоводов. И вот мы планируем, что как раз на базе дома садоводов и будет вот эта вот популяризация посадочного материала и отбор того материала, который наиболее приемлем и в нашем районе, и безопасен. Мы постоянно сталкиваемся с проблемой то, что посадить, как посадить. Вот специализируемся на выращивании ягоды, клубники, малины. И очень часто, получается, берем рассаду, которая просто у нас вымерзает. То есть заказываем из каких-то других городов, из-за границы заказывали. Из каких стран? Из Италии заказывали, из Соединенных Штатов заказывали. Эти сорта официально разрешены в России. А вы слышали про такой термин – районирование? Да, вот мы как раз тоже стараемся заниматься этим. Потому что вот итальянский, допустим, сорт у нас есть, его пришлось, вот два года мы его выращивали, его пришлось один год укрывать соломой. Если бы вы из Африки привезли какое-нибудь деревце, вам бы домик для него пришлось строить? Я так думаю. Конечно, конечно. Присаживайтесь. По закону возделывать можно сорта, которые рекомендованы к возделыванию или, старым термином, районированы в нашей зоне. Вот, которые районированы, внесены в специальный государственный реестр. Сорт должен быть районирован, и значит, пока генометицированный нет. Но завоз сам по себе возможен даже на наши поля. Почему возможен? Ну вот специалисты сидят, не дадут соврать. Сейчас у нас, скажем, по пшенице в области районировано 20 с небольшим сортов яровой мягкой пшеницы. А возделывается, возделывается на самом деле гораздо больше. То есть неконтролируемое, даже несмотря на все надзоры, у нас происходит. А что будет происходить дальше? Как вы считаете, где берут эти семена? Ну, сегодня ведь как? Двигатель появляется. Где нашел, там и взял. Реклама, да. Где нашел, где тебе побольше рассказали интересного про этот сорт. Ну, там и взял. А есть еще отдельный процесс. Вот что вы про него скажете? Когда некие фирмы, не буду называть их фамилии, так скажем, которые крупные межгосударственные корпорации, которые транснациональные корпорации, заходят в регион и предлагают сразу пакет. Семена, удобрения, гербициты и даже, может быть, машины. Все в комплексе это работает чудесно. Ну, вот наша культура, которая полностью на гибридные перешли семена, на гибридные семена перешли, это подсолнечник и кукуруза. Ну, конечно, там фирмы уже транснациональные, международные, они все это оккупировали. И, опять же, все гибриды подсолнечника, кукурузы, которые предлагаться должны на рынке, они должны быть в реестре. Но на самом деле происходит, в госреестре допущенных, на самом деле происходит достаточно... Кто у нас обязан бдить этот вопрос? Товарищи в погонах. Хорошо, давайте вам вопрос зададим. Значит, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию и оборот указанной продукции, контроль осуществляется, государственный контроль осуществляется в рамках действующего законодательства. Это у нас 294-й федеральный закон о защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального, в том числе, контроля. Значит, в соответствии с ним, плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. В неплановые проверки по согласованию с прокуратурой, либо у нас в отношении лиц, осуществляющих торговлю, в том числе и в неустановленных местах, совместно с МВД и с другими органами проводятся рейдовые мероприятия, где выявляем многочисленные нарушения законодательства в области как карантина растений, так и семеноводства. Какого рода нарушения? Нарушения, я скажу отдельно, да. Здесь необходимо их разделить, я думаю, на две части. Прежде всего, это нарушения законодательства в области семеноводства. Это реализация семян, сорта и гибриды которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Реализация семян и посадочного материала без документов, подтверждающих их сортовые посевные качества. Говоря о карантине растений, здесь необходимо сказать, что это прежде всего уведомление о прибытии под карантинной продукции. И в первую очередь это касается той продукции, которая прибывает из-за рубежа. Понравилось в журнале, выписал. В принципе, сегодня все можно, не в журнале, а в интернете. Выписал, доставил курьер, размотал, пошел, посадил. Это правильный порядок действий? Это, безусловно, неправильный порядок действий. Всех потенциальных покупателей в этой сфере граждан, я бы хотел предупредить. Самое главное, здесь нужно быть готовым к тому, что гражданин, приобретая семена или посадочный материал, должен знать, что это, как любой товар, должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и подтверждающими его фитнесанитарное состояние. То есть, фактически, это безопасность той продукции. А что это должно быть? Чек-то дадут, вопросов нет. Я объясню. Значит, говоря о сортовых посевных качествах, это, прежде всего, сертификаты установленного образца, которые выдаются аккредитованными лабораториями, удостоверения о качестве семян и посадочного материала, которые непосредственно подтверждают сортовые посевные качества и все необходимые характеристики. Говоря о безопасности, о фитнесанитарной безопасности продукции, то в отношении импортной подкарантинной продукции саженцев и семян это должен быть фитнесанитарный сертификат, либо на семена уже прошедшие процедуры растамаживания, то это акт карантинно-фитнесанитарного контроля, либо заключение об установлении карантинно-фитнесанитарного состояния, которое также выдает аккредитованная лаборатория. Каждому покупателю это можно спросить? Обязательно. Мы здесь говорили про деятельность транснациональных компаний. Поскольку вы периодически ездите и ваши коллеги по территории области, понимаете, какая обстановка сейчас в районах нашей области, какое количество земель, так скажем, освоили вот эти транснациональные компании со своими комплексными продуктами. Я понимаю, что вы только раз в три года можете приехать с плановой проверкой, но тем не менее. К сожалению, довольно значительная в зависимости от районов. Конкретную цифру я не могу назвать, поскольку подведение статистических данных это немножко не наша сфера, поэтому во многих районах очень значительную часть. Это касается в большей степени технических культур, это подсолнечник, кукуруза. Все наши сельхозтоваропроизводители пользуются семенами. Это Самара, Саратов и Оренбургской селекции. То есть они все включены в госреестр. Почему именно эти сорта? Потому что тот сорт, который включен в реестр, соответственно, господдержка здесь существует. Что касается овощных, пока проблема. Вот такой информации дать, что там не присутствует, ну, пока, наверное, никто не может сказать. Вы имеете в виду овощеводческие хозяйства, те, которые делают это десятилетиями на нашей земле, или те, которые прибыли с Южной Кореи или с Китая, и из года в год определенные участки арендуют? Вы кого сейчас имеете в виду? Я имею в виду наших овощеводов, которые в общем объеме производимой продукции области закрывают 70%. То есть объем от 100% областного 70% выращивает наше муниципальное образование города Оренбург овощеводы. Это Краснохолм, Самородово и Городище. Семена в основном импорт. Потому что наша наука пока не достигла, наверное, тех высот, которые дают урожайность именно импортной. Жесткость и прочее, прочее. Есть один законопослушный сельхозпроизводитель, который в целях государственной поддержки в виде субсидирования будет закупать те семена, которые находятся в реестре, получать с них урожай. Но этот урожай будет значительно ниже, чем у его коллеги, который не будет претендовать ни на какие субсидии, ни на какую господдержку. Но он связался с этой транснациональной компанией. У него целый пакет, так сказать, сопутствующих материалов, услуг и так далее. И он получает урожай в 2-3 раза выше, чем его сосед. И таким образом перекрывает вот эту государственную поддержку. Как много у нас тех и других? Что вы по этому поводу думаете? Совершенно правильный вопрос. Есть у нас такие, не будем называть их пофамильно, я думаю, что коллеги здесь присутствующие и телезрители. А хотелось бы. Которые не претендуют на субсидирование ни федеральное, в части семеноводства. Не претендуют и на областные субсидии, а занимаются тем, о чем вы говорите. То есть получают за счет урожайности, прибыль. И сегодня, если говорить про подсолнечник, допустим, но гибриды, которые где-то порядка 70% у нас посевных площадей по области, они все-таки дают на порядок урожайность, продуктивность полей больше, нежели наши отечественные сорта. Получается, минимум в 10-15 раз надо увеличивать объемы субсидирования, да? Конечно, конечно. Потому что сегодня доля субсидий за семена, сегодня она, конечно, очень-очень маленькая. Вы верите, что государство пойдет на эти меры? Я думаю, что да. Одеваться некуда. И государство будет все-таки уделять внимание тем сортам, которые, кажется, для нас будут являться приоритетными. А Запад, значит, пусть он что хочет там и ест, как бы, и производит. Спасибо. У меня такое ощущение, что Запад-то будет есть выращенный в экологически чистых условиях, а вот у нас здесь будет производить для нас за наши же деньги то, что он считает нужно производить. Но об этом буквально через минуту. Что с этим делать? Итак, чего нам ждать в ближайшем будущем от этих самых импортных семян, импортных саженцев, которые спокойно, минуя наши барьеры, которые могут выставляться не чаще, чем раз в три года, и наши, так сказать, реестры шагают по территории нашей области. Вот у нас с удовольствием товарищей 44 года существует. Все этим вопросом давно уже занимаются. Свои семена готовят, подготовят. Это не профессионально. Ну, нет, ну, пускай, я не спорю с вами о профессиональности, но это существует, и это повышает урожайность. Надежно. Повышает? Надежно. Вот можно ли купить пакетик, на котором написаны одни иероглифы, и только продавец говорит, это замечательные помидоры, купите? Ошибаться приходилось и не раз. Мы садоводы, покупая семена, особенно в наше время, когда столько красивых пакетиков, и всего, глаза разбегаются в интернете, хочется и того, и того, и получается, что попадаешь и не раз ошибаешься. Поэтому просто хочется, чтобы для садоводов было больше информации о качестве семян. Ну, качестве семян, мы, например, когда покупаем семена, мы не можем определить качество семян. Мы можем сказать только о схожести. Хорошо взошли. За сортность вы тоже не можете отвечать. Кто знает, какой сорт, там редиски туда положили. Мы этого не знаем. Поэтому вот Галина Ивановна работает уже над этим, союз садоводов городской, чтобы дом садоводов, и дом садоводов, ну, через союз, чтобы мы получали большую информацию о семенах, о посадочном материале. Спасибо. Мне кажется, вы переоцениваете роль этого дома садоводов. Ну что, соберутся там трое, так сказать, три юридических лица, которые привозят сюда семена, и будут через дом садоводов вам их продавать. Вот и все, собственно говоря. Уважаемые коллеги, скажите кто-нибудь, что есть гибриды? Какое время они существуют и дают ли они семена на этой земле? Либо человек, один раз подсевший на эти гибриды, так и вынужден будет покупать их и покупать? Закон генетики таков, что обычно первое поколение более мощное, более продуктивное, чем исходные родители. Не всегда, но обычно. Вот мы эту мощность используем, но эта мощность, она только одно поколение, а потом резко падает. И мы купили гибридные семена, первое поколение хорошо, если мы попытаемся пересеять эти семена, резко проваливается продуктивность, выровненность и так далее. Отказаться от поставок этого дядюшки. Мы поневоле должны каждый год покупать. Еще раз обязаны купить, потом еще раз и еще раз. Почему они объединились? Химия и гибриды, все это вместе идут, пестициды и гибриды, все это взаимосвязано. Дальше, геномедицированные организмы, они же тоже нас к этому приводят. Если мы научились туда переносить ген Скорпион или кого угодно, мы точно так же научились, в смысле не мы буквально, а генетические селекционеры, научились вносить такой ген, который прекращает реабилитационный процесс. То есть вот сегодня семена купил, а потомство их будет невсхожее, не даст больше семена. Это уже геномедицированные, туда заложено. Это не по определению, но селекционеры умеют это закладывать. То же, как только геномедицированные организмы начинаем приобретать семена геномедицированных растений, все, мы вынуждены покупать. Фермеры Америки каждый год покупают, они даже пытались типа бастовать, ну что-то там недовольство высказывали, быстро их поставили на место. А сегодня готовы те самые корпорации, весь мир фермеров всего мира поставить на место. Покупай, ты у нас теперь на крючке каждый год покупаешь. Вы поняли, вот для этого и существует государственное субсидирование для отечественного семеноводства, я правильно говорю? Ну, в том числе. Примерно. Да, 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 конечно. Если только мы семеноводство свое прикончим, оно близко к этому, к сожалению, близко к этому, чтобы мы прикончили, дальше мы зависим от того. Вот сегодня они нам не дают семена, не продают семена, санкции ввели. Не буквально сегодня, я как пример говорю, хотя и сегодня тоже. А у нас картофель, вот прозвучало свои отечественные семена картофеля. Как правило, импортные. Вот звучало Самородова. Откуда? Да оттуда он везет, из-за рубежа. Я не знаю, как он будет решать эту проблему, но наверняка будет везти. А нету своих семеноводства картофеля в области было? Нету. Берем по регионам? Нету. И что ни возьми, нету. К сожалению. Вот это импортозамещение может быть пока только надеждой. Мы уже скоро год будет, как живем в этом. Там что-то всерьез меняется, но пока, к сожалению. Я бы не преувеличивал так сильно роль гибридов. Конечно, гибридное семеноводство, оно тоже важно, оно действительно эффективно. Но дело в том, что наши районированные сорта, возьмите морковь, лук, они тоже хорошее урожай дают. Я помню, мы еще в 83-м году выращивали морковь шантаны и получали урожай 170 тонн. Сейчас еще такой урожай никто, по-моему, в России не получил. На площади 100 гектар. С нее можно получать семена и снова сеять, и снова сеять. И так же это, и так же по луку, то же самое. Поэтому дачникам проще всего брать обычные сорта, брать с них семена, чтобы не сомневаться. А так вообще, я бы хотел обратить ваше внимание, ну, наши отечественные фирмы, там, Гавриш или Портена Карпик, там, Плант, они производят хорошие семена или российские семена, опять же, но только, опять же, от наших отечественных производителей. Конечно, итальянские, французские, мы, я не могу за них говорить. Вот, поэтому с посадочным материалом нужно районированные, тоже вот, что ягоды там. И если хотите какие-то импортные выращивать, тогда нужно вот сертификат иметь, там, карантинные свидетельства и так далее. И нужны технологии, чтобы у вас земляника, как бы, сохранялась. Она и наша же, вот, вымерзает, обычные сорта. Поэтому нужно укрывать ее, мульчировать там или соломой, или синтепоном. Поэтому больше проблем в технологии выращивания, нежели вот в посадочном материале. Если на пакетике написано F1, что должен понимать дачник, любой садовод? Ну, беря этот пакетик, он должен понимать, что это в один год этот, у него, эти семена дадут хороший урожай. Но если их он не использует, он и на второй год может использовать. Они все равно могут до 10 лет сохранять схожесть. Там пять семян, там хранить нечего. Да, но если так, а некоторые берут больше. Ну, а вообще так это, необходимо знать, что на второй год они могут снижать, ну, где-то на процентов на 20, на 30, а то и больше урожай. Я вам на прощание расскажу свою историю. Год назад у меня осталось большое зеленое яблоко. Ну, не съел я его. И оно у меня лежало на столе. Неделю лежало, две недели лежало, три недели лежало. А потом мне стало интересно, а что с ним будет? Оно пролежало у меня ровно 8 месяцев, включая все летние месяцы. Оно было зеленым, твердым, жестким. Вот поэтому наш с вами разговор о том, что посеешь, ну, и, соответственно, что съешь. Наверное, нам далеко еще до сети экологически чистых продуктов в нашем городе и в нашей стране. Ну, стремиться-то к этому надо. Спасибо всем за участие в программе. Это просто наша жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.